здравствуйте друзья у нас вопрос здравствуйте михаил очень хотим семьей выехать на пмж сша сама мама 45 лет у меня сын 8 лет доченька 21 год и ее доченька который два года коротко о нас проработала более 10 лет в университете доцентом являюсь кандидатом экономических наук сын школьник доченька студентка университета учиться на бакалавра по направлению производственный менеджмент четвертый курс еще год учиться и моя внучка то есть нас четверо двое взрослых и двое детей являемся добропорядочными гражданами судимости нет здоровье в порядке у всех всю жизнь прожили по одному месту жительства в городе хабаровске устали от морозов зимой жизнь как будто останавливается поменяли природно-климатическую зону и уже более года как обосновались в сочи то есть уже такие мигранты серьезные так оставаться в нем нет смысла поскольку перспективы в нем нет как в уровне образования детей так и в плане профессионального личностного роста очень много информации в интернете и сложно представить поэтапно процесс переезда помогите пожалуйста нам с организацией переезда в максимально кратчайший возможный срок самое главное для нас дать хорошее образование и будущее детям изучаем английский язык и готовы приспособиться профессионально даст бог и мы уложимся в минимальный бюджет при переезде поиски работы и адаптации в сша ну что друзья вопрос задан я подумал что как бы люди в начале пути и у них много неясностей и собственно если так уж прямо вот в лоб отвечать на вопрос то в принципе ответ такой но надо разбираться правильно и есть форумы есть наш канал который можно смотреть есть истории разных людей которые мы показываем которых там много в других местах есть иммиграционные адвокаты то есть люди которые как бы уже глубоко знают и пути иммиграции там когда вопрос стоит очень много информации сложно представить поэтапно процесс переезда вот поэтапно вот это поэтапность она очень подробно расписывается на форумах то есть вот когда люди пишут как у них это происходило и так далее но здесь наши на вот в данном случае поэтапность упирается в то что никто их не приглашал сюда да то есть у них нет грин карты у них нет приглашения на работу ничего такого нет чтобы вот так вот на пмж вот так вот захотел и приехал основание нет поэтому первый этап и единственное реально единственно сложный же все остальное просто жизнь потому чего бы профессиональная адаптация там дети в школу пошли еще чуть-чуть это все жизнь а вот допустим оказаться в сша да еще и легально получить статус и так далее не имея для этого особо оснований так вот из из письма да вот мы в письме не видим то есть для того чтобы понять какие могли бы быть в принципе основания начинать с людьми подробно разговаривать там выяснять это собственно то чем занимаются иммиграционные адвокаты и это то что обсуждается на форумах там так далее значит но я так в этом плане то совсем не не иммиграционный человек то есть я работаю с теми кто же тут и конечно много историй всяких там есть и так далее да и тут мы сразу видим три поколения там еще сложность допустим мама например вот вышла замуж за гражданина сша русскоязычного англоязычного уже неважно вот она приехала она может собой взять сына восьмилетнего но она не может собой взять дочку которая уже взрослая и которая уже сама с ребенком то есть вот так просто вот вот на основе замужества она уже ее взять не может тогда пройдет какое-то еще время вот поэтапно да и дальше там какое-то еще время пройдет пока на гражданство получит и тогда она сможет подать на воссоединение хотя насколько я понимаю состав семьи значит там мама свободная и и дочь дочь тоже свободная да там мы не говорим о том что дочь с мужем едет то есть дочь тоже свободно они могли бы там две женщины в расцвете сил вот разных возрастов правда могли бы быть вполне обидом матримониальные там и как бы создать две семьи то есть тоже какой-то такой путь я не знаю но с моей точки зрения неплохой хочу но давайте я вот о чем поговорю то есть почему я вообще взялся отвечать на это на это письмо потому что я частенько вижу как люди какие-то надежды возлагают на то что вот кто-то есть там в америке вот там пишет я хотел бы иммигрировать у меня есть там двоюродная тетя в нью-йорке или вот например у нас там есть друг один который нас зовет быть помогу там первое время помогу я говорю про ситуации когда у людей нет ну как бы иммиграционных никаких планов в смысле программ нет у них нет статуса иммиграционных то есть вот чек вот как от аута в блюда и будет приезжай в америку мы сейчас вот тут и порешаем я помню была девочка одна я уже боюсь собрать то ли это было у нас на канале то ли это было ну давно то ли это было на форуме говорим про вес я сейчас не помню там была девочка одна она певица молоденькая но там лет тоже 20 21 она певица из баку и какие-то были люди кто-то там бакинцы вообще народ такой бравурный такой яркий вот и у них такое чувство вот этой комьюнити очень сильно они открыто там помогают там и так радостно набрасываются вот и короче был какой-то человек который бакинец из америки и который есть вообще не вопрос сейчас порешаем все твои дела давай нам приезжай там все и вот и она помогут на форуме в общем неважно чего наград вот мне там обещали и все начинают смеяться и говорят и говорят ну а как вот ну ну как она говорит какой откуда я знаю там бакинец там я там и вот он мне сказал то есть но я к чему говорю что бывает что у тебя тетя двоюродная бывает у тебя друг а бывает что просто земляк вот земляк сказал приезжаем все все вопросы порешаем поможем тут вообще не вопрос ну и я вот на эту тему хотел поговорить то есть тема о том что реально и что нереально вот в ожиданиях помощи от людей которые есть вокруг вас ну или скажем так вашим кругом вашем круге людей которые из ваших ваш понимание могли бы посодействовать в эмиграции значит дело в том что действительно бывают такие почти сказочные истории когда вот просто в силу того что был правильный человек так сказать вокруг или там рядом вот это все вопросы решались кто-то там вот женился познакомили там туда-сюда вот просто были люди которые взялись его познакомить и вот он там женился я вспоминаю оля брукман вот блогер из петалума она здорово так название дает свое видео цеплючие такие я как-то раз посмотрел сюжет который назывался почему я жадная до мужчин понимаете я так мельком вдруг думаю но это же надо 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 смотреть как можно не смотреть почему я жадная до мужчин и смысл сюжета был в том что женщины которые смотрят и говорят а почему бы тебе нас не познакомить с американцами ты же живешь в америке ты замужем за американцам вокруг тебя много людей познакомь вот почему ты такая жадная до мужчин за счета себе взяла а она знакомить не хочешь так вот вот есть такие люди не жадные дан они значит начинают кого-то знакомить это бывает это бывает насколько можно рассчитывать на это я не знаю самurance сами понимаете вот насколько можно рассчитывать что человек захочет этим заниматься это тоже какие-то должны быть отношения такие я не знаю очень сложно это сложно предсказуемо я знаю людей которые приезжали в сша по рабочей визе потому что у них были друзья друзья родственники более скорее даже друзья чем родственники которые где-то работают когда с ребятами вот из индии разговариваешь у них полно такого там у меня был паренек я как ты индус я говорю как ты в америку попал ты знаешь нас 25 человек группе было он по компьютер сайт заканчивал нет вот два года прошло ягод один остался из всей группы это все в америке ну что вот даже потом ну вот тоже меня затащили давайте то есть когда например маленький бизнес вот как я например и я плачу там вдвое больше человеку чем я могу взять на рынке и заплатить за эту самую работу то я фактически свои деньги отдаю и не понимаю зачем а когда большой бизнес когда у тебя microsoft sun oracle там еще что-то и когда ребята там которые работают кого-то к себе там если есть возможность значит зазывают но они своих денег не тратят понимаете что там компания компания не обеднеет вот бывают отношения хорошие тут там здесь есть такой процесс есть такой процесс чем чем больше скажем наших тут тем легче приехать остальным да потому что наши которые тут это уже якорь который заброшен и вот значит к этому якорю там и семейная иммиграция цепляется и там до воссоединения там и брак и воссоединение с родственниками и пошло и поехал и в частности профессионально да и и даже политическое убежище то есть когда ты едешь и там кто-то есть кто тебя инструктирует там просвещает сводит со знакомыми с нужными людьми там и тогда вот поэтому а занятно правда кратчайшая кратчайший возможный срок и там еще такая уверенность что с бюджетом тоже бюджет на небольшой это дело но как бы удастся минимально да то есть бывает бывает ситуации когда человек вот так и давай бывает человек просто в курсе то есть он сам лично там своего времени не может тратить но но сводит с людьми которые там помогают да то есть вот отведет там к иммиграционного адвокату там на первое время там работа нужна какая-то там пусть не очень легальная там кому-то забросил там есть работа и конечно когда человек такой присмотренный то ему проще хотя надо тоже как бы учитывать что когда тебя четверо и и двое из них это дети причем одному ребенка там вообще два года да то есть скажем так посодействовать на уровне там ну так общей консультативной там помощи познакомить с людьми и так далее значит когда их четверо это это намного намного сложнее будет то есть конечно адвокат может быть тот же самый да вот в этом смысле не ничего такого сложного нет что один человек что 10 но как ему выживать это же какой бюджет у человека должен быть чтобы приехать чтобы там с маленькой ляли соответственно вдвоем они работать видимо не смогут да кто-то должен с ребенком сидеть и пошло и поехало и сколько стоит жилье на четверых это же не то что там допустим один человек там где-то с рум-мейтами там и и недорого а это когда четверо это четверых же даже в квартиру там ван бетро в односпальную квартиру не пустит это уже нужно ну наверное есть места где можно как-то выкрутиться я не знаю но в общем то папа правилам игры как бы четыре человека по идее должны селиться там в квартиру которая тубы друг вот тут где мы с вами едем вот вот тут там 3000 считай в месяц просто за жилье то есть не обязательно жить в таком дорогом месте конечно просто в не таком дорогом месте с работой может быть сложнее там и так далее так далее то есть что можно ожидать от людей которые уже в америке реалистичным надо быть то есть если построить себя какую-то картину ну которую хотелось бы видеть то потом это сталкивается с картиной который есть на самом деле да и другие люди это могут по-другому видеть вот это вот корабль так сказать надежд разбил разбивается о рифы реальности вот конечно гораздо лучше гораздо лучше эту реальность принимать такой как она есть тогда ты не будешь как сказать лишний раз переживать и лишний раз крушение какие-то с тобой не не приключаться и конечно вот я когда это письмо читал вот это вот в кратчайший срок и вот там какой-то так скромненький бюджет и так далее это уже ожидания которые знаете как-то вот такой признак признак удаленности от реального мира в кратчайший возможный срок сделать что-то чего люди годами делают и не могут сделать так просто вот так просто тем более когда не профинансировано нормально потому что когда есть какие-то средства ну избыточные но есть деньги короче есть бюджет нормальный то ты можешь там где-то пересидеть ты можешь не оказаться в ситуации когда ты должен все бросить ехать обратно потому что там кушать нечего и так далее это одна история у тебя есть деньги чтобы дожить до момента когда все наладится а когда у тебя не профинансировано соответственно у тебя денег нет соответственно ты вылетаешь в ситуацию в которой ну вот в этот момент все все и рушится так что бывает что и деньги есть и все равно рушится это отдельная история так мне с одной стороны как быть очень симпатично мама 45 лет у которой дочь там и и внучка и я как бы с большой симпатией отношусь вот и они они законопослушные они хорошие они друженики они готовы профессию менять там ну ничего надо вот чтобы вот жить в нормальном месте как детям образование дать понимаете то есть у людей абсолютно понятные хорошие такие светлые мотивы и желание реализовывать это все не не в москве не в питере а сразу в сша тоже понятно хотя наверное было бы гораздо проще поехать там в ту же москву чем где полно возможностей для образования для работы для всего чего угодно ну и может быть в тепло хотелось здесь это там москве зима все-таки есть так полгода да в общем они очень симпатичные и я конечно поэтапно выстроить не в состоянии то есть максимум того что я присоветовал бы им до молодые девчонки значит ну одна совсем молоденькая другая там чуть постарше значит выходили бы они замуж а даже если замуж отправить младшую в америку то она как гражданство получит тут же маму я приходит на раз ты вот если уж так процесс растянется поэтому лучше из того что я могу присоветовать с другой стороны мама там кандидат наук может быть может быть будучи кандидатом наук работаю там доцентом в университете может быть ее публикации какие-то есть выступления на конференциях есть если нет значит это можно в кратчайший срок организовать вот и мама могла бы поехать например по визе для экстраординари да вот этих вот для одаренных людей с экстраординарными способностями то есть это вопрос только квалифицироваться под это дело или нет но во всяком случае и так можно и так можно конечно у девочки которые учатся в университете профессия такая не не американская вот и собственно экономист тоже наверное не очень американская в том смысле что там надо надо адаптировать но поэтому профессиональная миграция такая не я я не вижу никто не просматривается но есть есть варианты да чё же если бы она сказала вот я с мужем дочь с мужем ребенок еще ребенок вот тогда было бы сложнее так у них как открываются какие-то возможности которые у женатого человека нету и там замужней женщины нету а у свободно есть ну и так далее так что я думаю что выстроить выстроить этот план это не будет это не будет мгновенно но я думаю что и конечно поначалу правильно было бы с иммиграционным адвокатом американский там skype часок пообщаться вот и все и возвращаясь к теме которая меня подвигла на этот сюжет возвращаясь к теме когда есть люди там где-то там есть люди они не решат ваших проблем они могут вам помочь в том чтобы вы как-то в вашем движении то есть они могут сказать вот тут камень тут лужа здесь небезопасно обошли то есть это возможно но но вы должны сами идти вас никто так за руки не возьмет и не перенесет хотя безусловно такие ситуации бывают бывают но это не как система они бывают а как исключение поэтому берите на себя по максимуму и тогда вы увидите что желающих помочь становится больше потому что между помочь и сделать вместо кого-то это большущая разница то есть некоторые люди когда говорят мне нужна помощь они имеют ввиду мне нужно чтобы кто-то это сделал за меня вот так что такая вот история счастливо и до новых встреч